Ищите вкус жизни? Любите вкусно поесть? Хотите быть здоровыми? Попробуйте вкус здоровья! Здоровая кухня для всей семьи. Недорого и со вкусом! Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Вкус здоровья» и я, ее ведущая, Ирина Дзибанчук. Наша рубрика сегодня называется «Жиры за и против». Я напомню вам, дорогие телезрители, что в прошлой передаче этой рубрики мы начали разговор о жирах, о том, что они играют важную роль в работе организма, делать пищу вкусной и питательной. Также мы говорили о необходимости умеренного употребления жира и жиросодержащих продуктов, и что лучше всего большую часть жиров употреблять в виде орехов, семян, оливок или авокадо. Сегодня мы продолжим эту тему и рассмотрим, как качество и количество жира в рационе может повлиять на риск возникновения такого заболевания, как гипертония. Я думаю, вы согласитесь со мной, что это очень распространенная проблема, ведь статистика установлена, что гипертонией страдает более 30% населения, а это практически каждый третий человек, причем зачастую многие из них не знают о своем заболевании. Как уменьшить риск возникновения этого заболевания и предотвратить осложнение, регулируя потребление жиров? В нашей передаче мы затронем эти вопросы. А также я покажу вам два вкусных и полезных рецепта. Это ракистая паста и льняные шарики. Хорошим источником растительного, полезного для сосудов, мозга и других органов ненасыщенного жира являются семя льна и грецкие. И первый рецепт, который я хочу вам показать, называется льняные шарики. Берем один стакан измельченного в кофемолке семени льна. Перед этим цельное семя нужно подсушить в духовке при температуре 200 градусов 10 минут. Также нам понадобится один стакан перекрученных через мясорубку грецких орехов и один стакан чёмного изюма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перемешиваем всё в однородную массу. Можно добавить немного воды, так как масса быстро получается очень густая масса. Один из основных причин гипертонической болезни это высокое содержание насыщенного жира, холестерина в пище. Холестерин откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек, уменьшая их просвет. Чтобы протолкнуть кровь через такие суженные артерии, сердцу нужно сокращаться с большей силой, создавая таким образом повышенное давление на стенки сосудов. Когда такое состояние продолжается практически постоянно, человеку ставят диагноз артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь. Осложнениями гипертонической болезни могут стать инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность. Противодействовать процессу атеросклероза помогают полезные ненасыщенные жиры, содержащие омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в семенах льна, грецких орехов, соевом и льняном масле. Также омега-3 есть и в океанической рыбе. Наши блюда являются отличными источниками таких жиров. Из готовой массы формируем шарики. На один шарик берем примерно столовую ложку массы. Лен и грецкие орехи можно употреблять просто, добавляя к пище. Например, к утренней каше. Молотая семя льна имеет приятный вкус и аромат. Рекомендуется употреблять 1-2 столовых ложки молотого семени льна или 4-5 грецких орехов в день для получения нужного количества незаменимых омега-3 жирных кислот, а также многих других ценных веществ, которые в них содержатся. Хранить перемолотое семя льна нужно в холодильнике или в морозилке, потому что при измельчении семян жир, который содержится в них, контактируя с воздухом, окисляется, теряя часть своих полезных свойств. То же самое касается очищенных грецких орехов. Их также лучше хранить в морозилке или в холодильнике, герметично в закрытой таре. Итак, у нас получилось приблизительно 10-15 шариков. Вкусно, полезно и легко. Следующий рецепт, который я хочу вам показать, это арахисовая паста. Это излюбленное лакомство многих людей, особенно жителей США и Европы. Этот продукт сегодня становится распространенным и у нас. Приобрести такую пасту вы можете в крупных супермаркетах, а можете сделать дома самостоятельно. Я с удовольствием покажу вам способ ее приготовления в домашних условиях. Для этого понадобится время, ваше старание и мощный блендер или кухонный комбайн. Итак, для приготовления пасты возьмем подсушенный очищенный арахис. Высыпаем арахис в комбайн и начинаем измельчать. Имейте в виду, что комбайну для измельчения арахиса потребуется некоторое время. И по мере измельчения будет выделяться жир, масса будет загустевать и прилипать к стенкам комбайна. Так что периодически отключайте комбайн и снимайте массу со стенок. Отложим немного такого размолотого арахиса. И в конце приготовления мы добавим его в готовую пасту, чтобы она была хрустящей, что придаст пасте изюминку. И продолжаем взбивать. Пасту для придания вкуса можно посолить и добавить немного меда или сахара. И снова взобьем. Когда масса станет более липкой, мы добавим немного воды, чтобы сделать ее пастообразной. Продолжение следует... Продолжение следует... И в конце добавляем измельченный арахис, который мы отложили и снова перемешиваем. Паста без содержания воды, меда и соли может храниться в холодильнике от 2 до 4 недель. Но как только вы добавляете воду, соль, мед или другие ингредиенты, она хранится в холодильнике не более 2 суток. Итак, наша паста готова. С ней мы можем сделать бутерброды, украсть их яблоком или бананом. В предыдущем рецепте я говорила о насыщенных и ненасыщенных жирах. Как их отличить? Насыщенные жиры твердые при комнатной температуре, а ненасыщенные жидкие. При производстве растительных маргаринов, которые имеют твердую консистенцию, жидкие растительные масла подвергают процессу гидрогенизации, то есть насыщению водородом, что придает им схожесть со сливочным маслом, но делает их насыщенными, вредными. Кроме того, повышается уровень трансжиров, которые также небезопасны. Насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина в организме, а значит повышают риск атеросклероза, делают стенки сосудов более жесткими и, как следствие, нагрузка на сердце увеличивается и повышается уровень артериального давления. Почти все жиры животного происхождения, а также маргарины являются насыщенными, поэтому людям с гипертонической болезнью желательно их исключить или свести их употребление к минимуму. Но следует помнить, что даже полезные жиры нужно употреблять умеренно, ведь они очень калорийны и при избыточном потреблении ведут к избыточному весу или ожирению. Если вы активны физически, вам достаточно будет 2 столовые ложки растительного масла в день. А если ваш образ жизни мало подвижен, то вам достаточно употреблять не более 1 столовой ложки масла в день в составе всего вашего дневного меню. Ну что ж, наши бутерброды готовы! Мы приглашаем вас учиться вместе с нами готовить вкусную и здоровую пищу. Пусть ваша семья насладится вкусом здоровья. Рубрика нашей следующей передачи будет называться «Десерты детскими руками». Мы вместе будем учиться готовить вкусные и полезные десерты. Печенье из овсяных хлопьев и парфе с фруктами. Приятного вам аппетита! И до новых встреч! Продолжение следует...